Дорогие друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в центре. У нас буквально через пару минут начнется съемка. Хотела показать свой первый образ. В таких нюдовых цветах мне хотелось сделать максимально легкий, женственный, красивый лук. Я думаю, что у меня получилось это. Вообще, я планировала три образа, но думаю, что получится даже четыре, потому что я сниму этот пиджак, переодену пучки и в другом месте мы в другой локации поснимаем. В общем, получится много красивых фотографий. Давайте я познакомлю вас со своим фотографом Анютой. Это Валя. Мы тут всей командой будем работать. После съемки я поеду домой, мне нужно будет завести вещи. И вечером я вас возьму с собой в салон к своей одногруппнице, потому что я хочу сделать татуаж. Швежу ресничку, чтобы глазки были чуть поярче в ненакрашенном состоянии. Так что, думаю, хватит болтать. Давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Я хотела с вами посоветовать, что мне лучше надеть. Смотрите, у меня есть вот такие босоножки. Анют. Я говорю, у меня есть вот такие босоножки. И вот такие вот пупли. Когда босоножки? Босоножки, думаешь? Но они, кстати, тоже очень плохо будут смотреться. Ну-ка, надеяй, надо много толок, что и будет много толок. Да, мне кажется, что босоножки больше не дойдут в те. Это отличный пуплик. Да. Да, и босоножки без патчика. Да, с патчика. Это просто крюшерка. Я думаю, что вот этот маленький пуплочок будет проваливаться на себе. И дальше. Сейчас. Папорация. Ну, мы сначала просто походим. Туда-сюда? Девчонки, смотрите, как легко можно поменять образ. Да, то есть я переодела балетки на туфли, сняла жакет, надела ремень на талию, на платье. И мне кажется, лук уже совсем по-другому выглядит. То есть он стал более таким, ну, не то, что вечерним, но мне кажется, отлично подходит для свидания. То есть если предыдущий был более повседневный, то этот уже такой более вкусный, а не одна образная. Да. И ты, получается, идешь и оборачиваешься на меня. У меня очень чувствительные глаза к свету и начинают снизиться немножко. Супер условие для того, чтобы переодеться в другой образ. От гламурного магазина Шанель до туалета в шоколаднице. В общем, сейчас буду переодеваться в другой лук. Новый образ, новая локация. Сейчас будет стиль такой мамоситы. Они-то там уже шелк-шелк. Валя помогает. Мне очень понравился этот сарапанчик. Супер летний. Мне кажется, он отлично посмотрелся еще с соломенной шляпой и плеченными босоножками. Если брать какую-то пуляжную моду. А в городском, в стиле вот так, можно его бы брать тоже с туфельками. Красный помад. Привели. Переодеваемся в колесе, перебивались, но это нормально. Фотосессия подходит к концу. Спасибо, девчонки, за помощь. Анют, я уверена, что фотки будут очень огонь. Мне очень понравилось. Прям вообще нереально круто. Валя помогала нам снимать видео. В общем, работали в шейт-рук для контента. Сейчас я потихоньку поеду домой. Потом буду собираться дальше по делам. Нужно будет еще, если успею, поработать. А после я беру вас с собой, едем в Москва-Сити. И там будем делать татуаж. Я думаю, что многим будет это интересно. Девчонки, я уже дома. Сейчас перекушу, смою косметику. Нужно будет скинуть определенную информацию человеку, чтобы он начал ее обрабатывать. Это по моим проектам. И потом мы с вами поедем в Москву-Сити. Как я уже вам говорила ранее. Вообще, мне очень понравилась съемка. С Анютой мы снимали первый раз. Я в Инстаграме несколько раз выкладывала информацию о том, что ищу фотографа к себе в команду. И я думаю, надеюсь, что у нас с ней все сложится, потому что мне фотографии понравились. И мне понравилось вообще, в принципе, то, как она себя вела. Знаете, иногда бывает, встречаешься с человеком, он тебя снимает, но он настолько неуверенный, что каждый раз, допустим, у меня девочка одна снимала, она подходила и говорила, Кать, посмотри, Кать, посмотри. Ну, то есть, когда человек неуверенно себя ведет, автоматически на подсознании откуда-то появляются такие эмоции, что, блин, может быть, он сделает не очень что-то. И, то есть, знаете, немножко это отталкивало. А сейчас мы снимали, и все как-то так круто проходило. Я надеюсь, что действительно получится договориться, сработаться. Так что делюсь с вами своими новостями. Потому что мне очень нужен фотограф, потому что у меня есть и, соответственно, блог мой, да, и бренд. И нужен человек, который постоянно бы занимался контентом, помогал мне. Я сейчас просто поняла, что пришло то время, когда некоторые вещи нужно делегировать всегда для того, чтобы развиваться дальше, чтобы освобождалось время, и можно было заниматься другими вопросами. Так что, наверное, если вы понимаете, что в какой-то момент начинаете стоять на месте, то стоит подыскать каких-то людей, которые могли бы немножко разгрузить ваше время, и вы могли бы расти и двигаться. Девчонки, делайте скриншоты. Если будет возможность, попробуйте вот это средство от Биоре. Честно говоря, не знаю, где купить. Мне его подарили. Это мицеллярная вода. Очень хорошо смывает макияж. Смывает и макияж с глаз стойкий, и стойку матовую помаду. Ну, естественно, тональные средства. Ну все, девчонки, я вышла. Бегу к метру. Как вы видите, я совсем без макияжа, потому что будем делать межресничку. Вы по-любому мне напишите, типа, вот, Катя, реклама. Но давайте я буду с вами честна. Действительно, мы с Мариной договорились о том, что я про нее рассказываю вам, но даже если бы я поехала и делала за свои деньги, все равно я бы советовала вам только Марину, потому что она действительно очень крутой мастер. Давайте я вам сейчас твои брови покажу. Спустя три года действительно хорошо выглядит, очень естественно. Я полностью довольна работой Марины. Как вы знаете, татуаж, это такая штука, которую просто так не смыть мицелляркой. Соответственно, когда я вам рекомендую что-то такое более серьезное, что нельзя изменить, смыв, допустим, чем-то, вот, то я несу за это ответственность. Поэтому, когда я вам советую Марину, то я с полной уверенностью и спокойствием на душе ее вам рекомендую. Тем более, у меня часто девчонки спрашивают ссылку и вообще контакты мастеру, кто делал мне татуаж. Поэтому я оставлю под этим видео. Вот здесь это Марина, мой мастер, и так выглядят глаза до, потом увидите, что будет после. Мариш, вообще-то больно? Терпима. Но это все же быстро. Он начался до полтора максимум. А сколько будет держаться по времени татуаж? От года до трех лет. Мы с тобой делали года три назад. Она, наверное, у меня брови. Да. Ну вот они до сих пор держатся, да. А у тебя стадион тоже бровки, да? У меня все зоны, да. У меня вершничка, брукла и брови. А ты сейчас вообще не нахрашена? А, чуть-чуть. У меня стрелки прям сейчас накрашены. А, а так у меня именно вершничка просто прокрашивается. Ну, посмотрите, мастер. Ты сама себе делала? Нет. Нет? Только губы я вот крайне на самом себе прошла. Посмотрите, как натурально смотрится. Вот мы закончили процедуру, собственно. Чуть-чуть есть отек, но он довольно быстро уходит. И мне кажется, что глаза стали просто поярче. Какой цвет ты подобрала? Ну, черный с коричневым. То есть... Давай вот так вот, черный с коричневым. Да-да-да. То есть, получается, это не чисто черные стрелки. Они не будут смотреться отдельно от глаз, да? А цвет правильный. И он будет смотреться очень гармонично. Так как я светленькая, да, то... Чтобы реснички не смотреть отдельно от межреснички, которую мы набьем, чтобы это было как свое. Вот, так что посмотрим через несколько дней на результат. Но я тебе точно доверяю, я знаю, что будет хорошо. Какой крутой вид у Маришки. Это какой? Тридцать первый, да, этаж? Классно. У тебя такой очень светлый кабинет. Я когда зашла, мало того, что тридцать первый этаж, так еще и все белое. Вообще, как ты куда-то улетел в облака. Здорово. Очень приятное такое место у вас. Смотрите, как Маришу нарисовывали. Похоже? Мне кажется, очень. Так, челлендж. Выйти. Опа, вышли. Теперь нужно попасть в лифт. Девчонки, у меня же тут недалеко находится мое издательство. Первый. Первый этаж. А6. Лифт А6. Ждем лифта А6. Вот, у меня тут недалеко находится мое издательство. И я помню, каждый раз путалась. Так, что-то мне не приезжают. Каждый раз, короче, путалась, как мне выходить к этим башням. Слушайте, что-то я не могу отсюда выйти. Тут какая-то дурацкая система. Выберите этаж. Я нажимаю. Первый этаж. Лифт. Воспользуйтесь лифтом А6. Ну, хорошо. Лифт А6. Но он не приезжает. Наверное, надо подождать. Сейчас приедет. Ждем. О, приехал. Так вот. Такая босочка приятная. Если тут и есть камера, сейчас, наверное, две смотрят. Вот-вот. Очень красиво смотрится татуаж. Очень естественно. Я говорила вам, что Марина делает просто офигенно. Она, наверное, прям вот знает, что делает. Мастер хороший. Она много где училась. Глазки выглядят очень аккуратно. Просто подчеркнутые. Взяла себе красан. И лапы. Я обожаю красан. С начинками, без начинок. В любом виде. Сейчас перекушу. Забегу в аптеку. Куплю себе мазь, чтобы мазать татуажку. Кстати, Мариша так делает, что даже турочки не образуются. Вот. И думаю, что забегу, наверное, еще в золотой яблок. Хочу купить влагливого. У меня закончился. Растиклупа большая. Ну, блин, это так вкусно, что пусть покорость большая. Не важно, каких размеров. Напишите, а что вы предпочитаете? Хорошо выглядеть? Или вкусно есть? Или вы умеете сочетать это? Зашла в золотое яблоко. Хочу взять себе лак. Раньше я брала вот этот желтенький. Сейчас решила взять вот этот. У меня заканчивается лак для волос. До этого у меня был вот Бэтхед Тиджа. Его очень люблю. Ну, вот решила поэкспериментировать. И хочу взять вот этот для объема. надеюсь, что он меня не подведет. То, что этот желтый я прямо в одно время обожала и постоянно покупала. Покупила всем необходимым в аптеке. Купила Мира Мистин, чтобы протирать глазки, потом мазь и лак для волос. Короче, я сейчас заканчиваю туалет. Начала спрашивать у девушек, где у них лак для волос находится. Мне так на туалет все показали. Даже толком не показали, а просто сказали, типа, вот там. Вот. Ну, я оттуда просто взяла вошелую глазу, а то я буду, потому что, ну, честно говоря, я не понимаю, когда такой подход к клиентам. Пишите в комментариях, вы согласны со мной или нет. Я, наверное, это буду заканчивать влог. Сейчас меня должен встретить Олег. Мы с ним хотим пройти немножечко по лесу перед сном. Всем спасибо за просмотр. Все, кто вы понимаете. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока-пока. До скорых встреч.